Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 вытворчасть. Больше не плануют. У господарцы зараз разглядают про пановы белорусских вученых по новых гатунках засухоустойливых культур. А проча того, годы три тому, в Ауритском открыли для себя сорга, которая навод при протяглом спекотном на двор еда и на песках высокие ураджаи. Сорга сахарная гибриды, сорга суданский гибрид, чтобы как-то обеспечить кремовую базу. Она более засухоустойчивая, но подходит к нашему климату и дает неплохие результаты. Сколько последние годы выращиваем, получаем достойный урожай даже по сравнению с кукурузой. Олег Синцеров, Евгений Кухаронак, Валерий Хапанько, телерадио-компания «Гомель». В протягиваем выпуск Гомельское областное обеднание профсоюза пополняется новыми первичками. В первом полгодии в регионе створено 108 организаций. А малюсе заявилися у приватных компаниях. Теперь их працованные коллективы под обороной профессийных союзов. Об этом и не только говорка ишла на сегодняшнем посяжении Президуума Совета областного обеднания профсоюзов. Обмерковывались так само выники работы юридичной службы. Зараз в ее составе 13 правовых инспекторов, которые представляют интересы членов профсоюзов в судах. Так, за 6 месяцев 2019 года по просьбах працованных подрихтовано 67 процессуальных документов в судовые органы, а так само 7 апелляцийных и наглядных скаргов на рашение судов. Дякуюшим это накерованной дейности правовых инспекторов на свои опрационные места вернулись 6 незаконно звольненных громадян. На корысть членов профсоюзов с погнана у темлику у судовым парадку коля 220 тысяч рублей. Такое понятие, как профсоюзная юридическая служба в профсоюзах в Гомельской области появилось относительно недавно. В ноябре 2018 года при правовой инспекции Федерации профсоюзов в Беларуси была создана профсоюзная юридическая служба. Основное направление данной службы – это юридическое сопровождение от этапа составления проекта искового заявления до непосредственного представления в суде первой инстанции и также в апелляционной инстанции. Посяджения так само отдала старт под рыхтовцы доброчинной профсоюзной акцией «Сберы портфель першокласснику». Все лета уделу ее и примут так само члены молодежного совета, створенного при объединении. Яны проведут доброчинные мероприемства под знаком «Молодь першокласснику». Выники работы судов региона за первое по угодам сегодня подвели у Гомеля. Посяджение проходило за делом первого наместника старшины Верховного суда Республики Беларусь Валерия Калинковича. На парадкую дня анализ работы судов в области за минулое шесть месяцев. Омеркование планов на будущую, а так само вызначение на прамках дальнейшего удосконаления судовытворчести в регионе. В апреле текущего года состоялось совещание с участием главы государства, по итогам которого был принят протокол поручения, обозначены основные направления дальнейшего совершенствования деятельности судов, в том числе судов в Оминской области. В его исполнении Верховным судом разработан план мероприятий. И вот через призм выполнения этих руководящих документов мы проанализируем результаты своей деятельности и обозначим конкретные меры по их реализации. Должен заметить, что ключевыми направлениями в этих программных, можно сказать, документах дорожная карта на ближайшие пятилетия для работы судов – это создание крепкого кадрового потенциала, внедрение информационных технологий в судопроизводство и, наконец, с моей точки зрения, самое главное – обеспечение справедливого судебного разбирательства. Прожить одно житё, вырытывать тысячу областным управлением МНС – сегодня прошло врачистое мероприемство, присвеченное на доходящему дню пожарной службы Республики Беларусь. С подробностями наш корреспондент Ганна Корольчук. 30 червя в Центр оперативного управления Лельчицкого районного отдела по надзвучайных ситуациях поступило поведомление, что за окна жилого дома у агрогородка Буйновича и Дедым. В этот час Иван и Валентина Пирагут проезжали мимо. Спынивши машину, муж и жёнка поспешались, допылающего дому. Я не увошли, уже люди на подлозе знайшли господа в несвятомом стане. Семья Пирагута с допомогой прохожих вынесли его на свежее поветро и провели упочутё. Сразу же ворвались в дом, но там дышать не было чем. Выбили окна и начали спасать человека. Страха такого не было, но, конечно, был страх, что там есть точно человек, так как это сосед наш. Линули ведро воды в окно, и тогда он только звук свой подал, и мы узнали, что точно он находится в этой комнате. Где, конечно, нам очень огромную помощь оказал киптик Евгений, который нам тоже помог вытащить из окна человека. За это смелый учинок Иван и Валентина отримали подяки от областного управления МНС. Веншаванье у знагороды так само примал Павел Болсун, який вырытывал 86-годовую суседку у поселку Подорожная Зорка Гомельского района. И он вывел пожилую женщину с пылающего дома. Так простые граждане не чеканно для самих себе стали выратовальниками. А для профессионалов это штабионная работа. Протягнулася встреча урочистым узнагороджением ветеранов пожарной службы Гомельского гарнизона нагрудными знаками Министерства по надзвучайных ситуациях. Далее гостям презентовали фотовыставу, якую подрихтовали до надыходящего свято. Герои здымков – выратовальники региона. И они смагаются за огнем и водной стихией. Тримают на руках выратованных детей, проводят час с семьей або за улюбленной справой. На этой выставке представлены наши действующие сотрудники, которые неоднократно принимали участие в спасении жизни людей, оказании помощи людям, нуждающимся в этой помощи, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Здесь представлены различные виды деятельности, которые только существуют в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Спасение на водах, спасение с высот, спасение непосредственно на пожаре, в лесах, в завалах. В данном случае представлено, наверное, многообразие профессии спасателя, которые в целом, наверное, нашим людям иногда не видно. Урочистости протягнутся 25 липня, в день пожарной службы Республики Беларусь. Ганна Коральчук, Василия Сипцов, телерадио «Компания Гомель». Выстава пожарной техники, гульнина спрыт и множество забавляльных локаций. В субботу, 27 липня, МНС запрашивает Гомельчан на святкование Дня пожарной службы. Гуляние будут проходить на пляцах цыкаля лядового палаца. Все жадающие смогут поудельничать в чемпионате по биоспеции, пройти скрозь дыма в специальном обмундировании выротовальников, позмогаться за звание царь горы. Переможцам чекают призы. Початок в 11.01. Гэта и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Все нажитое непосильным трудом вернули после похищения. Крупно повезло пенсионерке из Еремина. Две незнакомки украли у нее из дома крупную сумму денег. Но милиционеры смогли быстро отыскать подозреваемых и вернули женщине все до копейки. Хозяйка уже и не надеялась увидеть свои 10 тысяч долларов, 40 тысяч российских рублей и 2600 белорусских. Нежданные гости воспользовались оплошностью потерпевшей. Та оставила ключ от входной двери на старом холодильнике возле дома, а сама пошла в огород за малины. Налетчицы без труда открыли замок и удачно обыскали стенку в зале. Сейчас они в СИЗО, а хозяйка после кражи решила открыть счет в банке. Оперативникам уголовного розыска УВД Гомельского облсполкома совместно с коллегами из Гомельского РУВД удалось выйти на след злоумышленников. Как оказалось, кражу совершили две женщины. Подозреваемые ранее уже были судимы за подобные преступления. В Гомеле накануне из-за аварии на улице Сверидова временно остановилось движение троллейбусов. Водитель автобуса маршрута 7А съехал с дороги и столкнулся с осветительной опорой. Мачта упала и потянула за собой высоковольтные провода, а автобус получил механические повреждения. Пострадали 4 человека, включая водителя. Все они были доставлены в больницу. После оказания помощи пассажиров с незначительными травмами отпустили домой, водителя госпитализировали в кардиологическое отделение. Предполагается, что 43-летний мужчина не справился с управлением из-за резкого ухудшения самочувствия. А это ДТП – пример того, чем может закончиться езда в нетрезвом состоянии. В Мозырском районе водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» сел за руль на хорошем подпитии и не удержал машину на вираже. На трассе его отбросило в кювет, ну а там иномарку ожидало дерево. Вероятно, трагедию можно было избежать, но скорость была не маленькой, а водитель не пристегнут ремнем безопасности. От полученных травм водитель погиб на месте. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, в частности к водителям. Учитывайте то, что два компонента – алкоголь и управление автомобилем – это несовместимые вещи. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит административная ответственность в виде лишения права управления сроком на три года и также административный штраф в размере от 50 до 100 базовых величин. Находка времен СССР поджидала милиционера в лесу под Житковичами. Выгуливая свою собаку, сотрудник нашел сумку с патронами. Мужчине показалось подозрительным поведение питомца. Собака остановилась возле упавшего дерева, стала что-то под ним вынюхивать и не хотела уходить. Присмотревшись, милиционер нашел там сумку, в которой находились 1270 патронов калибра 5,6 мм производства СССР. Находка отправлена на экспертизу, проводится проверка. У меня все. Следите за происшествиями региона вместе с де-факто. До свидания. Началась работа с мячами. Рост рженской команды в межсезонье привычно претерпел значительные изменения. Второй сезон к ряду полное обновление коснулось вратарской линии. Россиянки Рената Каюмова и Дарина Шулега покинули стан Гомеля. В рамке их заменят молодая белорусская Юлия Кунцевич. Гонбалистка перебралась в город над Сожем из Гродно, где защищала цвета городничанки. И россиянка Маргарита Кушнырь, выступавшая ранее за команду Агу Адыев из Майкопа. Серьезные изменения и в рядах полевых игроков. Леся Смолинг, Ирина Трезно, Юлия Голубева, Анастасия Лобач и Виктория Шумановская покинули команду. Не в строю пока Кристина Охравенко. Гонбалистка восстанавливается после травмы. Новичков пока четверо. Украинская линейная Ирина Стельмах из Галычанки. Полусредняя россиянка Анастасия Петренко, выступавшая до этого во Франции. И Виктория Дивак, переехавшая в Беларусь из немецкого чемпионата. А также правая крайняя белорусская Наталья Гесть из БМТУ БелАЗ. У нас девчонки из России, украинка. В принципе, как мы общий язык быстро нашли с ними. И, ну, как бы, пока у нас была неделя, мы тренировались на улице, там, бегали больше. Тренажерный зал. Сегодня первый день с мячами. Конечно, немножко тяжеловато после отпуска. Да, но я думаю, что будем наверстывать. Конечно, будем притираться. Да, много работы. Ше при левих полусредних, обих россиянках, что касается сами технике. Я думаю, что быстро справите те шипки, да будете быстрее играть. В плане подготовки у Гомеля участие в двух международных турнирах. Один из них пройдет в Польше, второй в столице России и Москве. На старте сезона у команды Тома Житчаттера время на раскачку не будет. В первой половине сентября предстоят матчи первого раунда квалификации Кубка ЕГФ. Клуб из Тогу из Косова соперник проходной. Однако спустя рукава к этому противостоянию гомельская дружина подходить не собирается. Сергей Тополь вернулся в Гомель. Российский форвард продолжит карьеру в хоккейном клубе из областного центра. Хоккеист выступал в составе «Рысый» в сезоне 2016-2017 годов. В 53 матчах он набрал 48 очков и стал бронзовым призером чемпионата Беларуси. Контракт с Сергеем Тополем подписан до конца сезона. Алина Лучшего выиграла серебро юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике. Турнир проходил в Швеции. Гомельчанка выступала в эстафете 4 по 400 метров. Алина Лучшего бежала на заключительном четвертом этапе и сумела вырвать серебро для белорусской команды. Кстати, девушки обновили национальный юниорский рекорд в этой дисциплине. В шаге от пьедестала на чемпионате континента становилась гомельская прыгунья с шестом Кристина Концевенко. Спортменка заняла четвертое место. Всего же на чемпионате Европы белорусская сборная завоевала две золотые и две серебряные медали. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.